Всем привет! Сегодня для вас я записываю влог. Неделю я не записывала видео, отвыкла как-то от камеры и решила, что начну я с легкого. Запишу влог и следующим, наверное, будет видео о покупках. Как вы знаете, в 4-й четверг ноября американцы празднуют День Благодарения, обычно празднуют в кругу семьи. Готовят они индейку целиком фаршированную с клюквенным сиропом. Почти в любой семье вы сможете увидеть фаршированную индейку и тыквенный пирог. Другие блюда уже по желанию. И, кстати, хочу сказать, что именно целиком индейку американцы готовят только на День Благодарения. В другие праздники я никогда не видела, чтобы целиком готовили индейку. И после Дня Благодарения наступает Черная Пятница и в Черную Пятницу у нас идут огромные распродажи во всех магазинах. И я вот первый раз за 6 лет решила поехать посмотреть, что к чему. Приехала в мол и я приехала в 11.30 утра. Людей не так много было. Да, на парковке было много машин, но когда я зашла именно в мол, я не заметила там больших очередей в магазинах. и так далее. То есть мне показалось, что людей было столько, сколько обычно бывает в выходные, то есть в субботу, воскресенье. Возможно, это было связано с тем, что я приехала уже было 11.30 утра. Не знаю. Итак, про День Благодарения и Черную Пятницу немножко рассказала вам. И сейчас хочу показать некоторые кадры, которые я записала в Бостоне. Мы ездили в Бостон погулять, посмотреть на рождественские украшения, магазинчики и так далее. И перед тем, как мы перейдем к просмотру тех кадров, хотела сказать, что если вдруг вы будете в центре Бостона и решите зайти в какой-то магазин и купить что-то для камеры или для телефона, обратите внимание на цену. И если с вами есть телефон, то лучше всего в поиск вбить ту вещь, которую вы хотите купить и проверить, сколько она стоит онлайн. Потому что онлайн она может стоить намного дешевле. И что самое интересное, когда вы покупаете что-то в таком магазине, то на чеке будет написано All Sales Final, то есть возврату не подлежит, вы не можете обменять и так далее. Поэтому советую обращать внимание на то, сколько вещь стоит онлайн. И лучше заранее знать приблизительную цену того, что вы собираетесь купить. Я теперь все время буду проверять на телефоне цену. Ну а теперь давайте перейдем к просмотру тех кадров, которые я записала для вас в Бостоне. Мы сейчас с вами подъезжаем к Бостону. Он, кстати, является одним из самых больших городов Новой Англии. И сейчас мы проезжаем мост, который является визитной карточкой Бостона. Название моста вы сможете увидеть на экране. Говорят, что через него проезжает около 8000 машин в час. Кстати, этот мост является одним из самых широких кабельных мостов в мире. Своей архитектурой Бостон может напомнить какой-нибудь европейский городок. И также хочу заметить, что много ресторанчиков в Бостоне есть с европейской кухней. И как вы видите, к Рождеству в Бостоне уже все готово. Давно все украсили и праздничное настроение у всех. Я очень люблю прогуливаться по улицам Бостона и также заходить в различные магазинчики. Особенно в магазинчики с рождественскими игрушками и украшениями перед Рождеством и Новым Годом. Рождеством и Новым Годом. В этом году впервые в Бостоне устраивают вот это вот шутка. Это шоу с музыкальным сопровождением. Все деревья на территории Квинси Маркета. Они в рождественских огнях и они мигают под музыку. Очень-очень красиво. И, конечно же, сама елочка тоже мигает. Шоу длится всего лишь несколько минут под рождественские мелодии. Начинается где-то в 4.30 вечера с наступлением темноты. В общем, приятная прогулка у нас получилась. Правда, на обратном пути пришлось полюбоваться огнями встречных машин и небольшим дождиком. На этом все на сегодня. Надеюсь, что вам было интересно. Жду от вас комментариев и пальчиков вверх, если понравилось видео. Как всегда, всем желаю удачи, хорошего настроения. Ждите новое видео через несколько дней. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»